Все, слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава навеки! Богу Святому! Александр пишет, шалом из Дубно, Ровенской области. Ну, конечно, Дубно я помню, люблю. Проезжал вот не так давно туда-обратно, как раз Блаблакар, ехал как раз через Дубно. Ровно, Дубно. Ну, ровно мы проезжали, мимо там, ну и Дубно тоже. Вот, помню синагогу старую, там благоставлял. Эту синагогу, вот, и вроде как благословение подействовало. Сейчас взялись вроде как ее восстанавливать, реконструкцию делать какую-то. Здравствуйте в Боге! Аллилуйя! И вам здравствовать, радоваться, здравствовать, ликовать всем святым! Аллилуйя! Александр, да, да, есть, так и есть. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, за все. За этот добрый вечер, братья, сестры, дорогие друзья. Лия пишет, аминь, аминь. Благоставляю всех вас, возлюбленные дети Божьи, братики, сестрички, дочечки и сыночки, нашего любимого Авы, папочки. На украинском Авва это Татус, Татус или Таточка, да, Татус. Вот, и Авва, Авва. И я назвал этот эфир, да, сегодняшний вечерний, вечерушний, Иисус живой, Ишуа хай, Ишуа хай. Это созвучно вот с той песни, которую обычно мы поем, да. От Авину хай, от Авину хай, значит, наш отец живой. Авину, малкейну, шеба шама им, аллилуйя. А в прошлом году Пасха была снежной. Папа, да, папа, не, папа это Авину. Авва это папуленька, папенька, папочка. Вот, значит, а именно папа, отец, папа, это Авину. Авину, авину, малкейну, шеба шама им, или Авину шеба шама им, мы так вот молимся, отец наш, который на небесах, или отец наш, и царь наш. Вот, вот, а Авба, Авба это, значит, папочка, папуленька, папенька. В украинском соответствует татусь, татусь. Да, слава Богу. И, знаете, конечно, для огромного количества людей религиозных, как говорят гому религары, назвать Бога своим отцом, это верх кощунства. Для, я понимаю, о чем говорю, потому что сам, вот, у меня, имея большую родню, мусульманскую, родственников много мусульман, ну, в советское время все были, так, номинально, конечно, советские, обычные мусульмане, вот, Николане двора, вот, в религиозном плане. Вот, а сейчас многие мои братья двоюродные, троюродные, там, племянники, племяшки, да, ну, в мечети, активные прихожане, ну, как, я не помню, как называется, ну, типа воцерковленные только, а мечетины, или как назвать это, то есть уже практикующие мусульмане, не просто он, как бы, номинальный, а такой, именно, идейный, практикующий. Вот, некоторые родственники стали даже ходить такие радикальные, такие мечети, такие ваххабитские, такие, вот, именно такие, это очень, такие, ортодоксальные, как бы, такие, именно, такие, они говорят, это истинная, вот, мечеть, настоящая мечеть. Вот, и когда я родственникам рассказываю о своем пути к Господу, дарил Новые Заветы, Инжилы, вот, на татарском языке, Инжил, это, значит, Новый Завет, собственно, вот, Евангелие, да, вот, значит, и подписывал им, то, конечно, для многих, вот, и моих родственников, и вообще мусульман, я проповедую и чеченам, и азербайджанцам, значит, там, и очень разным людям разных национальностей, разных культур, в том числе и русским православным, значит, да, значит, ставшим мусульманами, значит, там, значит, и украинским традиционно православным или католическим ставшим мусульманами, таких тоже встречаю. Я рассказываю о вере своей, делюсь с удовольствием, превеликим своей верой, и для меня действительно Бог – это мой отец, и для ортодоксального мусульманина, конечно, это кощунство, и, да, почти 2 миллиарда человек на земле считает это кощунством, называть Бога своим отцом, вот, и представители многих других религий или философии, идеологии тоже, знаете ли, порой считают, что Бога невозможно называть своим отцом, вот, так или иначе, но больше половины населения земли, вот, придержащиеся различных вероучений, больших и малых религий, значит, напрочь отказывают себе в праве называть Всевышнего Творца своим отцом, вот, а в Коране там вообще даже один из аятов прямо и говорит нам, что, значит, отцом для смертного не называй его, то есть, и когда я гостил в Казани, у меня в Татарстане, в основном, родня, ну, и так вот татары разбросаны тоже по всему лесу земли, тюркские народы многие разбросаны, вот, и когда, значит, общался, был у Рината гостил, значит, своего двоюродного брата в Казани, то, значит, там, вкратце тоже рассказал ему о своей вере, вот, именно о своем понимании Бога Всевышнего, вот, и, конечно, да, он Бога не может назвать отцом, потому что он держится в мусульманской традиции, вот, но я сказал так, что, Ринат, говорю, вот, в Коране 99 имен Бога всемогущего, и все эти имена, ну, туда входят и титулы, и, значит, там, наименования, там, и прочее, вот, это все есть в Библии, говорю, я могу тебе это назвать в Библии, он всемогущий, всесильный, человек любивый, там, милостивый, все это, это все есть, говорю, в Библии, все эти характеристики, все эти, вот, качества, свойства, эти имена, как бы, да, я могу назвать их и в Библии, но, говорю, в Коране, при всем уважении, говорю, к тебе, значит, 99, но не хватает одного, но для меня самого-самого важного, он говорит, какое, какое, он немного не понял, вначале, к чему я клоню, я сказал, для меня мой Бог, это мой отец, в первую очередь, мой отец, Ава, отче, но я даже не говорил Ава, потому что для него даже отец, это уже было даже больше, чем достаточно, знаете ли, для него это был стресс уже религиозный, вот, а представляете, для многих христиан, вот, дальше, если пойти, то не просто отец, для рожденных свыше людей, когда Бог не только, возле нас, не только с нами Бог, а внутри нас, когда Бог, сущий уже, да, то ситуация меняется вообще, тогда уже я и отец одно, тогда он мой не просто отец, а папочка уже, папуленька, папенька, татусь, Аба, Аба, и Дух Святой, который, если Дух Святой на нас, да, то, значит, то он, да, мы можем молиться, и это естественно для верующего, возрожденного, это отец, но если вот это перерождение дальше идет, и Дух Святой в нас уже, и наполняет нас, изнутри мы Духом молимся, то он взывает Ава, Отче, то есть, Ава, Авину, то есть, папочка, папа, папуленька, отец, вот это, ангелы в шоке, люди многие в шоке, в недоумении просто, и в удивлении, и прочее, да и нам самим это непонятно, как Творец неба и земли, всего видимого и невидимо, он является моим папочкой, моим папой, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, и вот сегодня на утренней молитве читал я, да, кто подключался, или кто потом в записи посмотрел, вот, из 16 главы Евангелия от Иоанна, Иоанна, или Иоанна, да, Евангелия от Иоанна, вот, и здесь говорится о служении Духа Святаго, с 7 стиха пишется следующее здесь, 16 глава 7 стиха, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду», Иисус говорит, да, к ученикам своим, «утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Когда я общаюсь, допустим, с мусульманами, то идеологически, вот, религиозный мусульманин, грамотный мусульманин, он считает, что здесь речь идет о Мохаммеде, то есть, о Магомеде, о обоснователе религии ислама, хотя даже и это утверждение они считают неверным, потому что они считают, что ислам, он, как бы, испокон веков идущая религия, как именно ислам, как философия, как религия, именно покорности Богу всемогущему. Но я объясняю так, что здесь речь идет не о пророке, здесь идет речь не о личности, здесь идет, ну, в смысле, не о личности человеческой, а здесь идет речь о личности сверхъестественной, рух кудус или по-еврейски руаха кадош, руаха кадош, по-русски дух святой, руах, дух кадош, да, святой, рух, или рух кудус, значит, на татарском тоже, там, значит, там мы говорим, вот когда общаюсь, это говорю, дух святой. То есть, это, вот, я в Хакасии проповедовал, это, Хакасии, это тоже, получается, моя историческая родина, потому что по матери татарин, значит, и получается, вот, о всех тюрков родина историческая, это, вот, территория нынешней Хакасии, как раз. Кстати, красивейший регион, значит, России, вот, это земля, где, руах, это на иврите, да, руах, или рух, руах, это, значит, это на татарском, на тюркском, на арабском, значит, значит, на иврейском, да, на иврите, руах, руах, это вот что, вот, гортанах, руах. Значит, и интересно, что, да, вот там проповедовал, когда я в Хакасии, я, конечно, был очень удивлен, Хакасы, значит, там, проживающие там, в этом регионе, то атеистов среди них не найти, днём со днём, то есть, это, они даже, ну, сами, как бы, это потом признают, да, что даже в советское время, если кого-то там записывали в партию, значит, то, то, там, московские товарищи, приезжая, прекрасно понимали, что из Хакаса, значит, атеиста, ну, просто-напросто, ну, не сделать вообще, то есть, это, как бы, ну, это другая совершенно философия, другие мозги, другое мышление совершенно, они, значит, ну, просто природно не могут быть атеистами, поэтому с Москвы там на них плюнули уже, ладно, в партию записали там кого-то, кого надо в советское время, значит, но понимали, что, значит, что это всё только процесс там какой-то такой коммунистической эволюции, со временем, мол, через какие-то поколения там у них там появится, вот, селекционно выведем такую, значит, породу такую уже, гому советикус, из разных народов, как они же хотели, коммунисты выводили, ради этой селекции миллионы-миллионы душ, голодоморами, войнами, гулагом были истреблены, чтобы вывести новую породу, так, грубо говоря, новую общественную формацию советский народ из разных народов земли, человек-безбожник, гому такой, уже не сапиенс уже даже, и не ролигара, гому советикус, так вот я его называю, человек гому советикус, вот, ну, то, что сегодня называют обычно вата или как-то, ну, так, грубо такое обычно выражение, оно ругательное считается, да, вот, значит, или, ну, раньше было принято назвать просто совок, то есть это советский человек, это как бы постсоветский обычный человек, начало 90-х у нас называли совок, вот, сейчас обычно ваты называют, ну, такие, такие выражения, но это, это все гому советикус, человек советский, это селекционно выведенная такая новая порода человеческая, человек-безбожник, без рода, без племени, без флага, без ничего, без родины, вот, общий советский флаг, общий там, ну, короче, мой адрес ни дома, ни улицы, советский союз, ну, такое перекати-поле, короче, вот, значит, без царя в голове, ни совести, ни ума, ни фантазии, ничего, все, ум, честь и совесть, это все была одна партия коммунистическая, все, вот, как бы, значит, и Ленин жил, жив и будет жить, значит, и, короче, свой культ, свои мощи, свои, ну, своя религия такая возникла, она продержалась, вот, несколько поколений, вот, формировалась и держалась, вот, и, значит, но по поводу хакасов, мне вот удивительно, даже с пастырями, священнослужителями тамошними, вот, хакасскими там общался, они говорят, да, вот, феномен такой вот из всех советских народов, ну, входивших в Советский Союз, именно вот у хакасов была такая, как бы, такая изюминка, они, значит, духовный народ, то есть они, ну, как бы, очень сильно восприимчивы к духовному миру, но, к сожалению, с другой стороны, к оккультному миру, значит, большей частью, но по милости Господней обращаются от духов, обращаются от нечестия, от спиритизма, обращаются к Богу Живому, вот, и я поэтому проповедую в хакасских этих собраниях, я говорил, что я говорю, хочу вам говорить о духе всех духов, они сразу, о, это, вот, они понимают, что если рух, рух кудус и рух всех, короче, рухов, вот, дух всех духов, я не понимаю тогда, о чём у них речь, вот, значит, и дух святой, дух истины, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, это, вот, 16 глава, читаю, там шаманизм страшный, но, не так шаманизм и страшно, как его молюют, на самом деле, там уже очень много людей покаялось, слава Богу, отреклись от этого шаманизма, вот, значит, и очень много церквей, вот, и люди, слава Богу, я очень Богу благодарен, что вот такое, вот, на сегодняшний день один из таких пробужденных народов России, духовно пробужденных, принявших Иисуса Христа Спасителем, довольно большой процент, если, ну, как бы, не самый великий в Российской Федерации, вообще, вот, слава Богу, это вот для меня было очень таким, ну, важным свидетельством, вообще, слава Богу, покаяние, пробуждение такого духовного, вот, и потом о грехе, что они веруют в меня, вот о чем обличать-то будет, и о правде, да, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден, все, князь мира сего осужден, дамы и господа, вся власть Иисусу Христу, наши предки носили флаги эти, транспаранты, вся власть советом, но идея оказалась порочной и никчемной, а на самом-то деле, на самом-то деле, вся власть принадлежит Иисусу Христу, вот, и никому больше, все, никаким не самодержатцем, никому абсолютно, не советом, значит, вся власть Иисусу Христу. Когда же придет он, дух истины, в 13 стихе написано, то он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышат, и будущее возвестит вам. Аллилуйя. Он прославит меня, начинается 14 стих такими словами, очень такими трогательными словами. Он прославит меня, 16 глава, 14 стих Иоанна. Спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, Боже всемогущий, благодарю тебя, Дух Святой, благодарю тебя, ты проставляешь Иисуса, проставляешь имя Иисуса, и там, где славится имя Иисуса, братья, сестры, там всегда Дух Святой, не без этого, это просто-напросто невозможно иначе вообще, потому что действительно там, где славится Иисус, там прославляется Иисус, там всегда Дух Святой, Дух Истины. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. И этот эфир я назвал Иисус Живой, Иешуа Хай. О, Давину Хай, наш Отец Живой, О, Давину, О, Давину, О, Давину Хай. Ам Израиль Хай, народ Израиля жив, Ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль Хай. О, Иешуа, О, Иешуа, О, Иешуа Хай. Иисус Живой, Иисус, наш Господь Живой. Аллилуйя. Слава Богу. Да, друзья мои. И сегодня 18-е Ниссана, вот, кто следит за календарем библейским, по гражданскому календарю сейчас вечер, 23 апреля сего 2019 года, по гражданскому исчислению наших лет. Вот, условно именуемым от Рождества Христова. Условно, почему? Потому что реально Иисус родился на 3-3,5 года раньше, чем это принято считать в христианстве историческом. Вот, это исторический факт. Но это ладно, это другое дело. Но есть точные даты. Если 2019 это довольно условно дата, то есть у нас точные даты, точный календарь библейский. Пожалуйста, библейский сейчас на дворе 5779,5 год. Вот, от нашего исхода, второе исчисление мы ведем, и месяцев, и лет от нашего исхода из рабства. Это 3331 год, ныне на дворе. Да, начался. Поэтому я вот первого Ниссана я поздравлял людей с Новым годом, с новым счастьем, как говорится. Ну, так вот, такое общее название такое. Вот, и молились мы как раз с молитвой, новогодней молитвой, вот, благоставляя, вот, во время, да, как раз новомесяча, благоставляем этот Новый месяц наступивший, и Новый год 3331-й от нашего исхода, от исхода Божьего народа. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Да, дамы и господа, и завершается сегодня этим вечером 18-е Ниссана, а вчера, 17-го Ниссана, мы праздновали, что? Ну, праздник снопа, значит, да, ночной, это и воскресение Иисуса Христа из мертвых. Оно произошло библейски, исторически, как раз, получается, 17-го Ниссана. Вот, и пусть Господь благоставит всех вас, братья и сестры. Кстати, очень красивое совпадение, что католическая Пасха, как мы ее принято называть, в этот раз она совпала с реальным историческим, именно историческим днем реального исторического воскресения Иисуса Христа. Так что, таки воскрес, таки жив Иисус, Господь наш Спаситель. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя, и благоставляю великое имя Твое. Аминь. И вот все эти дни, до 21-го Ниссана, мы хрустим мацой. Да, те, кто кушает мацу, узнаю я по лицу, да, но не совсем так, по сердцу. Мацо, да, мацо довольно проста, это ничего, это просто мука и вода. Все. Всю неделю мы хрустим этой мацой и размышляем об исходах. Размышляю я в эти дни и в прямом эфире, и так с Господом один на один. Размышляю о, во-первых, конечно, о том древнем исходе. События более чем трехтысячелетней давности, события, значит, времен Моисея и пророка, да. Поем эту пасхальную песню эти дни, да. Let's my people go. Особенно вот перед Пасхой, как раз перед, вот в этом году мы уже 18-го апреля вечером уже и 19-го, мы, значит, как раз проводили вот эти пасхальные такие служения, собрания, значит, да, значит, и 20-го. 19-го, 20-го, как раз выпало, 14-15-го Ниссана, полнолуние месяца Ниссан, Авиф. Вот, значит, и потом все эти дни мы хрустим отцой, праздник опресников, да, Пасха имеет и такое наименование, и такую сторону, потому что, согласно там языческим представлениям, там, оккультным, бесовским учениям всевозможным, это праздник дрожжевого теста, высоко поднявшегося, облитого всякими там этими вещами там и крашенными яйцами. Ну, на самом деле, это ничего общего не имеет с Пасхой истиной. Вот, настоящая Пасха библейская, она вот, она проста, она проста, она не горделива совершенно, в ней нет порога, лукавства, это вот, вот, маца, просто маца, в ней ничего нету, абсолютно, это вот только, что, мука и вода, все. Никакого процесса брожения нету, вообще, она чиста. И вот это образ маца, это образ, как раз, удивительной чистоты нашего Господа, и как Он чистыми видит нас, какими чистыми Он видит нас. Аллилуйя. А когда состоялась Таемная вечеря, простите, нет, я как раз по поводу вечерей говорил, значит, вот, получается, Иисус совершил именно ту самую вечерю, последние вечеря уже с учениками Иисуса, да, вот, значит, она была совершена, получается, чуть раньше, чем это весь Израиль совершал, согласно традиции, которая в то время уже была, уже, более древняя традиция, вот, которую и школа, ну, кого там у нас школа, слушайте, вот, была школа Гилеля, а была школа, а, Шамая, 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 да, школа Шамая, вот, держалась этого, а в традиции тогдашней, вот, времен Второго Храма, ну, вот, Иисеи держались, допустим, таких тоже традиций, они пораньше совершали 13-е Ниссана, получается, да, получается, вечер 13-го Ниссана и начало, то есть, начало самого 14-го Ниссана, в этом году это было вечером 18-го апреля, короче, вот, это вот, что мы проводили, вечером 18-го апреля, вот, значит, и, вот, это было как раз, вот, реально, то историческое, вот, тот час, то время, когда, вот, Машех и Иешуа, Христос Иисус, он проводил, вот, это, да, а вы с семьей обыкновенные пасхи кушаете, как вкусные булочки? Нет, нет, мы уже давно уже от этого отказались, вот, я отказался от этого еще с того самого 96-го года, вот, значит, и, нет, я не запрещаю следить и захотят там что-то съесть, нет проблем, то есть, вообще, идол в мире ничто, вообще, и это никак не повредит человеку, вот, значит, и, знаете ли, ну, просто мне самому, как вот, понимаете ли, ну, ну, оно мне надо, нет, мне это не надо, я это понял давно уже, мне это не надо, вот, я, понимаете ли, может быть, я, бывает, перегибаю палку с точки зрения многих христиан, вот, не знаю, может быть, может быть, я не спорю, у каждого свои какие-то крайности, есть какие-то свои какие-то, вот, может, у меня свои какие-то крайности, я, бывает, говорю так, может быть, обжегшись на молоке, я на чужую воду дую уже, знаете ли, потому что просто в свое время я нахлебался, это вообще не с бесами, и, ну, как в Украине говорят, обрыдло, знаете, вот, уже, уже так достало, что уже, ну, просто уже дальше некуда, я, в 96-м году, когда я вышел из традиционного православия, я просто плевался, отрекался от этих вещей, и, понимаете ли, значит, и от молитвы к Богородице, и к святым, к ангелам, от молитвы за упокой, то есть, вся эта закваска, она просто, все эти метастазы закваски этой, порока, лукавства, они стали уходить, просто выходить, это было освобождение от этих бесов, и теперь я их на дух не переношу просто, понимаете ли, если другие христиане, многие считают, что, как бы, где-то могут с бесами общаться, как бы, и, ну, как бы, нормально к этому относятся, как бы, ничего страшного, с их точки зрения, общение с Духом Святым перекрывает, как бы, общение с бесами, вот, значит, карта бита у дьявола, вот, но мне даже в малых пропорциях общаться с бесами противно, просто, честно говоря, вот, я, ну, не хочу, не хочу и не буду, все, я уже зарекся, это тогда еще в девяностошем году, когда отрекся от этих вещей, отрекся, покаялся и все, и, да, как бы, как обрезало, все, обрезанием Христовым, все. Я лучше, знаете ли, буду хлеб бедности есть, знаете ли, чем многое, значит, этого нечестия, вот, вот, лучше маца, но на свободе, с Богом, с чистой совестью, знатели, с чистой верой, евангельской, библейской верой, чем знателем, как говорится, макароны у фараона по расписанию, вот, все, я, просто у меня был негативный опыт, поэтому, может, я так, как бы, бывает, радикально многие вещи рассказываю, просто у меня был негативный опыт очень, я глубоко погрузился в глубины сатанинские в эти, вот, в чем дело, в свое время, будучи традиционным православным священником, я имел, вот, молитвенное, глубокое такое, просто призывание имени Марии, Богородицы, как вот я называл ее, Царицы Небесной, молитвы святым, я к этому относился очень-очень серьезно и нырял очень глубоко, вот, и все, вот, вот, и почитание икон, мощей, это было для меня настолько, я реально погрузился в эти глубины сатанинские, все, и теперь мне это уже, понимаете ли, другие считают, как бы, ну, нет проблем, я могу это сделать, как бы, значит, ну, говорю, может, вам это, может быть, с рук сходят, но мне это, просто мне это уже, моей душе это просто неприемлемо никак, то есть, я отказался от этого, и все, мне это не надо уже, поэтому я, я не говорю, что, значит, там, все, там, все должны делать, как я поступаю, нет, если кто-то и булочки ест эти, значит, там, куличи эти, значит, там, нет проблем, то есть, как бы, это выбор человека, значит, и его совесть, его вера, как бы, может, понимаете, значит, у каждого свой путь какой-то Господу, какой-то, может, кому-то надо нахлебаться в начале всякого, чтобы потом прийти к истине, вот, но в 96-м году, когда я вышел из традиционного православия, да, уже, я больше 30 лет уже несу служение, священнослужение, как православный священнослужитель, вот, я не ушел из православия, я ушел из РПЦМП, из традиционной, такой, религиозной, мафиозной, коррумпированной структуры, да, я ушел, значит, ничего общего с ними не имею абсолютно, вот, значит, абсолютно ничего, ну, на личном уровне, да, общаюсь со священниками, с епископами некоторыми общаюсь, вот, значит, но они знают мою позицию, я знаю прекрасно их позицию, как облупленных знаю, потому что я сам таким был, я сам так же верил, я сам так же жил, поэтому я прекрасно все это знаю, вот, значит, и я знаю, в какой грязи все это религиозное находится, но я знаю чистоту моего Господа, я знаю, что спасение, избавление, это сам Спаситель Иисус Христос, и Он живой. Самое интересное, именно путь освобождения, Он на поверхности лежит, Он не спрятан, Он действительно на поверхности, это сам Спаситель Иисус. Можно ли в супермаркете купить мацу, как у вас в руках? Ну, я покупаю обычно в супермаркете, иногда в синагоге покупаю, вот, значит, в обычной синагоге, там, ортодоксальный, у хасидов покупаю, но чаще всего просто покупаю вот в маркете. В Украине нет проблем вообще, в Украине в больших супермаркетах продается маца, можно самим выпекать, пожалуйста, мастер-класс есть на Ютубе, там, значит, объяснение, как это делается, нет проблем, я сам тоже очень с превеликим удовольствием занимаюсь подобным тоже. Вот, и, кстати, к седьмому дню, к завершению Пасаха, значит, к завершению, это дни опресночных, вот, я тоже опять хочу сделать сам, вот, как раз вот мацу испечь. Вот, значит, это опреснок, просто секрет в том, что нужно делать очень все быстро, расторопно, это очень, кстати, изменяет мышление, именно вот освобождает от какой-то расслабленности, дает такую сосредоточенность такую и какую-то радость такую, наслаждение, это не просто готовка, не просто приготовление, я, бывает, иногда люблю приготовить, обычно мясо люблю готовить очень я, говядину, допустим, люблю готовить, вот, значит, но, значит, но, когда готовишь мацу, то какая-то особенно духовная радость, не знаю, это просто попробуйте, я рекомендую, это все просто, на самом деле, ничего сложного нет абсолютно, вот, вот, но на практике я обычно беру с собой, вот, у меня в рюкзаке, у меня все время маца, все эти дни, я где-то в парке сяду, где-то иду там, значит, там, я ломаю мацу, ем, рассуждаю, то есть, ну, как бы, на протяжении всего дня понемножку, понемножку, вот, грызу мацу, хрущу мацой, вот, весело хрустим мацой и радуемся Господу, Богу Всемогущему. Вот, и всякие вот эти всплывают моменты, для меня это так вот, когда ешь мацы больше, да, вот, размышляешь, ломаешь и ешь мацу, размышляешь о чистоте, о святости, знаете ли, всплывают какие-то моменты, и опять, раз, чик, ну, как вот, когда мясо варю, допустим, я готовлю мясо, вот, значит, сегодня тоже готовил мясо, значит, то, значит, когда всплывает, что, значит, значит, вроде промыл все уже, да, все вычистил, все, значит, там я беру, если у мусульман халяль, ну, это типа кошера, значит, пожалуйста, значит, беру, вот, значит, и оно у меня варится, допустим, и какое не было бы чистое мясо, да, значит, там, все, кровь спущена, там, то есть, ну, все, это халяль, но, когда, значит, начинаешь варить, все равно, какие-то сгусточки всплывают, все равно какие-то, и чем дальше варка идет, да, вот, ну, когда нагревается вода, уже появляется какая-то пеночка, да, обращали внимание, да, в процессе варки я тоже столько откровений получаю порой, вот, значит, потом, когда уже до кипения доводится, и уже кипит уже, то всплывает еще всякая гадость, и нужно что, удалять ее ложкой такой, и вот, когда размышляешь, молишься, да, при частях, в особеннох домах, хлебопреломление совершаешь, в церкви это хорошо, в синагоге хорошо, там, значит, мессианское, там, допустим, да, значит, там в общинах, это хорошо, но, когда ты вот один на один с Богом, когда ты в семье, допустим, да, значит, то это совсем другое переживание, и вот какие-то гадости всплывают сразу, и удаляешь, ложечку удаляешь, 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 все, спасибо Господь, спасибо, ты моя праведность, ты моя чистота, И Иисус живой, Иисус живой, Он моя Пасха, Он моя Пасха, Он агнец закланный, Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо Я благодарю Тебя, Господь, что не молюсь я никому, только Тебе, Господь Благодарю Тебя, что освобожден от этих суетных, Боже, и не почитаю ни крестов, ни мощей, ни прочей вещи, ни икон, ничего не почитаю, спасибо Я только Тебя почитаю, Тебя поклоняюсь, Господь, Тебе служу, спасибо Тебе, Господь Благодарю Тебя, Боже Всемогущий И совершите тоже причастие, размышляйте, рассуждайте, или можно сделать так, что каждый сам по себе сделал сейчас это Я, наверное, да, сделаем так, утром, подключайтесь, в 6 утра подключайтесь Я пробовал, Александр пишет, да, сделать им отцу в прямом эфире, проведите с нами мастер-класс А, Ольга пишет, я прочитал только сейчас сообщение, извиняюсь, не сразу обратил внимание Можно попробовать, я не знаю Я, так, немного стесняюсь, хотя можно попробовать, в принципе, что, как бы Я, как бы, значит, не ручаюсь за, как бы, внешнюю красоту, как бы, испекаемого Потому что я даже думал использовать как раз для эфира, как раз, значит, 14-15-го Ниссана свою мацу Но, как-то, думаю, как-то она, ну, не так у меня красиво получилось, как вот, вот, хотелось бы Но, надо, ну, видимо, как, диалектика, да, переход количественно в качественно Видимо, надо просто почаще, ну, как бы, этим заниматься Как бы, я просто раньше не делал мацу Вот, наблюдал, как ее делают, но сам никогда не делал Вот, значит, и, поэтому хозяйкам будет, конечно, удобнее Я больше специалист по мясу, да, вот это мое Это, пожалуйста, я мастер-класс могу Я, кстати, делал в прошлом или позапрошлом году, значит, чонт Это добрый наш еврейский такой обычай Это, конечно, бомба Чонт, это при всем уважении к борщу К другим всяким национальным таким, да, шедеврам Я считаю, борщ это один из шедевров мировой кухни вообще Вот, но чонт, это, скажу, для меня это бомба Это бомба, это, вот, я как-то проводил мастер-класс такой Как я делаю чонт Ну, получилось там, как бы, у меня слишком густо Хотя, в принципе, нормально Ложка стояла прям так вот Да, аллилуйя Я пробовал мацу в Израиле, прямо на Песах Она там очень вкусная Кто не пробовал, не поймет Это, это, вот, кстати, в Израиле, вот я Моя мечта в следующем году в Иерусалиме, аллилуйя В следующем году в Иерусалиме В следующем году в Иерусалиме встретимся Аллилуйя Да, это мечта у меня, на самом деле, тоже, вот Вкушать Пасху там В Иерусалиме В каком-нибудь мессианском собрании Аллилуйя Или меж, церковном, меж, общинном Каком-то собрании Но как раз в дни опресночные И вкушать мацу Иерусалимскую Прямо, прямо там, на месте Аллилуйя Господь, усмотри Он уже усмотрел Я знаю, Иегова, Ира Ира, значит, он уже усмотрел Просто мы это не знаем, когда Но он уже усмотрел Так, значит, Александр пишет У свидетелей Иеговы делают опресночки на сломин Александр пишет Аминь, аминь, аллилуйя Да, друзья Благоставляю всех вас Возлюбленные братья, сестры Вот, и Как говорится Как говорил доктор Изя И ешьте побольше мацы Вот Время опресников Это время особенной духовной радости Это время особенного такого Какого-то переживания Я даже не могу это словами выразить Я лишь Ну, прошу Духа Святаго Сейчас Вот Передать это Сердцам Потому что Божий Святой Дух Он это Открывает Знаете ли То, что человеческому уму Не подвластно Просто Живя во временном измерении В этом временном мире В этом реальном мире Но Не таком реальном Как более реальный Божеский мир Многие вещи Они кажутся нам просто нереальными здесь То, что в Божьем мире реально Является Истинной реальностью В этом мире Считается как бы Сверхъестественно Или же неестественно Вот И наоборот С позиции Божьего Более реального мира Этот мир Или эти миры Да Ангельские Человеческие миры Они не такие реальные И это Это потрясающе Спасибо тебе Господь Благодарю тебя Благодарю тебя И благоставляю Великое имя Твое Мой Бог и Царь Аллилуйя Аллилуйя Спасибо Господь Спасибо 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 Благоставляю всех вас Братья Сестры Ольга пишет Да Вы сегодня говорили Что встретились с человеком У него Сложные отношения В семье Из-за веры Его не Женя Нет Олег Я одного знаю По имени Женя Направил к вам Может Дошел до вам Нет Пока Женя Не доходил Никакой до меня Вот И Ну Я открыт Для общения Я еще эти дни До конца Дней пресночных Я здесь в Киеве И даже Чуть Позже Получается В начале мая Я еду в Россию Тоже прошу Ваших молитв Друзья Вот Потому что Знаю что И Скорби И Значит Знаете ли Гонения Ждут Еще больше Но Как говорится Знаете ли Самое интересное Раньше не понимал Почему Павел Вот его предупреждали Что там и узы будут И все А он все равно Вот как будто Вот прямо перся туда Думаю зачем Для чего Мне раньше было Не очень понятно Это все Но теперь Все яснее становится Потому что Это такая радость Это просто радость Неописуемая Когда ты в руках Бога И ты движешься И ты видишь Эти чудеса Бога Всемогущего Ты идешь в эпицентр Ты идешь на передовую Знаете ли Это ни с чем Несравнимое Переживание Абсолютно Ни с чем Несравнимое Это Переживание Битвы Переживание Вот Да конечно И Адреналин Зашкаливает Тоже да конечно И когда пули свистят И все И пули дуры И штык молодец И все Знаете ли Но В этом сражении Тогда Реальный твой меч Реальная рема Божья Это реальный твой меч Тогда Вот Здесь уже бесполезно Цитатами сыпать Из писаний Значит Бесполезно Цитировать Библию Или же Цитировать Хорошие проповеди Умных проповедников Толковых Духовных Людей Бесполезно Здесь апеллировать К тому Что значит Какие-то откровения Были кому-то Когда-то Здесь уже важно То что Бог тебе Лично открыл То что Бог тебе Лично открыл Твоя рема Вот Рема Рема это не просто Да это откровенно Это не просто Эврика Чаще всего Христиане Ремой называют То что Ремой не является А является Ну Эврика Да Да Ух ты Это очень сильно Ух ты Это наверное для меня Ух ты На самом деле Все это ерунда Эврика Никакая не рема Вот Эврика Больше на эмоции давит Значит И на Ум Знаете ли Но Ни в коем разе Нельзя путать Эти вещи И большинство Разочарований У христиан По опыту Служения своего Я видел И вижу это Путают Кислое с пресным Как говорится Божий дар Сеичница И путают Рему и Эврику Но об этом я Отдельно у себя В церкви говорил Как раз Есть запись Кстати надо будет Выставить Слушайте Потому что Трансляция Я не уверен Она была Полностью Или прерывалась Записи Есть на видео Вот Значит И Есть принципиальная Между ними разница Рема Пережитое Слово Божье Переживаемое Слово Божье Слово Божье Которое Оно Внутрь тебя Уже есть Тебя уже Тебя хоть на кусочки Режь Это часть тебя Уже Ну знаете Или не знаю Хоть кол Вот говорят Хоть кол На голове чеши Все Бесполезно Это часть тебя Самого Это твоя сущность Это слово Ставшее плотью Воплотившееся Часто Это очень пережитое Личное пережитое Вот Я знаю людей Имеющих Рему Их не спутаешь С Эврикой Ни в коем разе Не спутаешь Потому что Когда Рема То у человека Это совсем иное К примеру Я знаю людей Которые имеют Рему Рему Касательно финансов Десятин Финансов Вообще Служения Господу Эти люди Прошли Такие разочарования Банкротство Нищету Прошли Такие серьезные испытания И пройдя все это Через слово Божье Получают откровения И живут ныне Один из моих Хороших знакомых Живет таким образом Вот Больше 90% Того что он зарабатывает У него хороший бизнес Поверьте Очень хороший бизнес Вот значит Ну Не буду называть имен Потому что Есть некоторые такие Ну Деликатные вещи Вот Значит Но Человек этот Я лично просто знаю это Вот И не хочу имя оглашать Потому что Хочет человек быть Неоглашенным Вот Не публичным В этом отношении То есть вещи Есть люди которые То что совершают Допустим Даже Какое-то Либо жертвы Либо исцеление Либо И об этом говорят много Вот Значит У них свой путь У таких людей свой путь И У них Как говорится Свой бог Свой путь И как бы И свое понимание Но есть Такая категория Тоже служителей Значит Да И финансовых И Значит В исцелениях Двигающихся Которые не афишируют Вот это все Знаете ли У них У них свое понимание Свой бог Своё понимание Как говорится Да Значит Вот И вот касательно Финансов Некоторые люди пишут Книги об этом Свидетельствуют Это тоже хорошо Это замечательно Вот Но есть такие Которые Вот действительно В тайне Реально в тайне Вот И Большинство людей Даже и не знают О том Даже близкие люди Порой не знают Как он живет Вот Значит И больше 90% Огромного бизнеса Значит Он просто раздает Не просто Ну Конечно Не просто раздает Направо на лево Знаете Как сеете А конкретно Целенаправлено Туда 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 Там И мне показывал Тетрадку Мы молились Как раз Он показал Тетрадку Где все Все по процентам Расписано Какой процент Куда отчисляет Куда отчисляет Куда отчисляет Я посмотрел Я ахнул Я просто ахнул Кстати Обычный русский еврей Вот Который В союзе В советском Не имел Вообще Никакого Религиозного Образования Их семья Была тоже Такой Совершенно Нееврейской Еврейской Ну Наши русские Евреи Украинские Евреи Больше Хотя бы Сохранили Хотя бы Какое-то Еврейство Самодификацию Наши русские Евреи Потеряли Все Фактически Очень мало Кто сохранил Что-то Вот Даже Назвать себя Евреем И то Это было Таким Просто Переломным Моментом Я помню Как мой отец Он Только перед смертью Буквально за Два или три года Перед смертью Он только Осмирился Языком Своим Сказать Да Я еврей Это для него было Такое Он когда-то в юности Штангу поднимал И он потом говорил Что Это как будто Я рывок сделал Как будто бы Какой-то вес Взял такой Что Ну Короче Чемпионом стал Вот Представляете Семь потов Сошло с человека Пока он Не признал Это Словами Ну Своими устами То есть Носок было Это вогнато Было Вот Вглубь Страхами Всякими Фобиями Всякими Такими Национальными Религиозными Предрассудками Прочее Вот Татарский народ Тоже много выстрадал Но Я могу сравнивать Страдания Вот Татарского народа Тоже Многострадального народа Но То что выстрадал Еврейский народ Я по своему отцу вижу Вот У меня по матери Татарская семья По отцу Еврейская Но Я вижу Что еврейский народ Выстрадал Просто Просто адское страдание Реально Нереальное То есть По-человечески Это невыносимое страдание Которое загнало Всякое Национальное Внутрь Так глубоко И религиозное Что это просто Вот Невероятно Глубоко И вот Значит И он Вот Ладно Неусловно Есть 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 Разница Еврей Хасит Израильтянин Об этом Как-нибудь Другой раз Это уже Большая тема Такая Вообще Иудей Иудей Да Значит Иврит Иврий Есть Иудей Да Вот Иврей Это больше Когда мы говорим О национальности Да Значит Иудей Это уже Как бы О вероучении Идет речь Ну Хвалящий Господа Да Значит Человек Значит Хасит Ну это уже Цадик и Хасит Это как бы Это уже состояние Ну Души И вероучения Как бы И религиозной практики Будем так Азерильтянин Это Да Это человек Родившийся в Израиле Гражданин Израиля Вот Поэтому Это Это общее наименование Израильтянами порой называют Совершенно даже Не евреев И не иудеев Вообще Ладно Друзья Вот И Вкушайте Мацу И Рассуждайте О Действительном Великом чуде О том Что Наша Пасха Христос О том Что Иисус Живой Он Реальный Машех И Рема Она Приходит Это как любовь Можно знать много О любви Можно изучать ее Как Ученый Биолог Допустим Изучает Как химик Изучать Допустим Можно много книг Перечитать Как Литератор Можно много Изучать Любовь Но Но Когда Сам Ты Влюблен То Все Твои Даже Изучения Как Химик Как Физик Как Биолог Как Литератор Они Все В ничто Превращаются Вот Здесь Примерно То же Самое Вот Изучение Писания Молитва Все Это Все Хорошо Но Рема Это Рема Это Это Любовь Это Любовь Поэтому Влюбляйтесь Господа Погружайтесь Всего Сущность В Океан Божьей Любви Аминь Океан Божьей Любви Нет Начала В нем И Нет Конца Океан Божьей Любви Без Условной Любви Отца Океан Божьей Любви Нет Начала В нем И Нет Конца Океан Божьей Любви Без Условной Любви Отца Благословен Бог наш Царь Всей Вселенной Давший Нам Хлеб Из Земли И Давший Нам Хлеб С Небес И Иисуса Христа Праведника Агнца Своего Сына Своего Единородного Отдав Дабы Всякий Верующий В Тебя Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную Хвала Тебе Хлеб Жизни Аллилуйя Благословен Бог Наш Царь Вселенной Давший Нам Плод Виноградной Лозы Благодарю Тебя За лозу Земную Благодарю Тебя За это Чудо Господь Благодарю Тебя За лозу Небесную О О Великий Великий Виноградарь Отец Наш Благослови Виноград Сей Мы Твой Виноградник Господь Благослови Во имя Иисуса Христа Духом Святым Своим Да Благослови Тебя Господь И Сохранит Тебя Да Призрит На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И Помилуй Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И Даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Бог Авраам И Исаак Израиль Отец Наш И Царь Наш И Бог Наш Благослови Нас Господь В этом Сегодняшнем Вечернем Таком Преломлении Хлева Рассуждать О теле крови Господа Спасителя И Иисуса Христа Кровью Иисуса Христа Телом Ломимом Моего Спасителя Господа Иисуса Христа Я спасён Я благословлён Исцелён Спасибо Тебе Господь За всё Освобождён Через кровь Моего Спасителя Господа Иисуса Аллинуя Иисус Живой Иисус Живой Смерть побеждена, нам жизнь вечная дана Иисус воскрес, и Он живой Бог живой Аллилуйя Иисус живой Аллилуйя Спасибо тебе, Господь, спасибо Много прекрасных еврейских песен Прекрасных христианских песен Много разных песен на земле Самое главное, пойте песни от сердца Пойте, пойте, не умолкайте Восхваляйте Господа Слава тебе, Господь Аллилуйя, спасибо тебе, Господь Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, спасибо тебе, Господь Аллилуйя В 6 утра, друзья, подключайтесь Вместе преломим хлеб утром Да, завершается 18-е уже число месяца Ниссан Начинается 19-е число Пусть Бог благоставит Отчет Амера есть сейчас Но это такая деталь Тоже очень интересная Рассуждение Вот Четвертого дня Каждый день наполнен такими рассуждениями До дня Пятидесятницы Бог есть любовь, Александр дописал Слава Богу, аминь Это самое главное Остальное все Вот это самое важное Бог есть любовь, аминь Иссус